В жизни этих студентов День знаний занимает особое место. Они будущие учителя и педагоги. В этом году в ЧГПУ имени Яковлева поступили около 1100 студентов. Более 750 из них зачислено на очное отделение. Это намного больше, чем в прошлом году. И при этом количество бюджетных мест тоже возрастает. Это тоже социально хорошая поддержка. И нас радует, что сегодня с удовольствием наши юноши и девушки выбирают профессию учителя. И растет количество юношей, которые выбирают эту профессию. Это говорит о том, что система образования сегодня стабильно работает. И, кстати, она нуждается в наших молодых кадрах. Другие я не рассматривал. Поступал именно в этот университет. Сразу подавал оригинал. С этим учебным заведением я знаком уже буквально с 10 класса. В 10 классе я участвовал в мероприятиях, которые устраивал этот ВОЗ. И очень сильно заинтересовала профессия педагога, именно учителя музыки. С детства любил петь и любил обучать людей чему-то, потому что, как известно, учителя – это с древних времен очень почетная профессия. Учить будущих педагогов – задача ответственная. В ЧГПУ трудится 240 квалифицированных преподавателей, среди которых доктора наук, профессоры, доценты. За вклад в развитие образования и многоминию добросовестную работу объявляется благодарность главы Чувашской республики Митиньковой Лилии Александровне. В ВУЗе ценят и поощряют талантливых студентов. Они получают специальные именные стипендии. В этом году впервые вручили сертификаты от депутата Госдумы Николая Малова. Я считаю, что это очень правильно, и каждый из нас должен носить свой посильный вклад, инвестируя в будущее, в наше будущее. А наше будущее – это наши, конечно, дети. ЧГПУ имени Яковлева входит в топ-100 вузов страны, сотрудничает с ведущими научными центрами и образовательными учреждениями России и других государств. Активно развивается и внеучебная деятельность. Скоро пройдет парад российского студенчества. Будет 15 сентября. Мы ждем все университеты, СУЗы. Педагогический университет – это для меня вторая семья. Я пришла на свой факультет, и, учась уже третий год, я не пожалела ни об одном дне. Потому что действительно это то место, куда хочется возвращаться, где хочется творить и развиваться. В старейшем вузе республики учатся около 5000 студентов, и вы можете быть в их числе. Прием документов на заочную форму обучения продлится до 17 октября.